Короче, помнишь, в прошлой части мы были в кастрюле, где два сундука. Теперь мы находимся на противоположной стороне радуги, и здесь тоже кастрюля. Тоже так же два сундука. Здесь у нас максимум монет. И, наверное, куча монет. Ну да. Кастрюли обогащают, как говорится. Ну, по крайней мере, мы побывали на двух концах радуги. В одной и в другой кастрюле. Ну что, мы набрались сил. Настало время поединка с нежитью и защитить городские порталы. Ну что, ну что, я готов, я готов. Блин, куб здесь нельзя кастовать, я забыл совсем про это. Обидно. Ладно, стоять на месте мы не будем. Сразу побежим на фронт к врагу. Поначалу всё легко. Лазером гасим этих всяких нежитей. Вон оттуда они бегут всей толпой. Пока что идёт лёгкая волна. Разбираться с ними проще некуда. Особенно такой атакой. Короче, наверное, я буду... Наверное, я буду такой атакой их всех мочить. Они мне вообще ничего сделать не могут. Самое что классное, что они бегут к порталам. На меня они даже внимания не обращают. Как это круто месить их. Кстати, я теперь понимаю, почему я не могу здесь пользоваться кубом. Потому что куб – это имба. Именно вот здесь вот. Можно просто на куб прыгнуть и их разом всех снести. Это было бы неинтересно. О, големы пошли. Уже повеселее. Смотри, смотри, там какие-то здоровые типы появились. Мне кажется. А, нет, оказалось. Маги прут. Они даже не стреляют. Эй, скукачища. Если бы я стоял у порталов, там вообще невыгодная позиция. Вот здесь вот самая выгодная. Потому что они тут все и аравы бегут. Мне сразу их всех видно. Ну и, соответственно, комбо урон сразу всех цепляет. Ну, по крайней мере, большую часть. Чего-нибудь поинтересней-то будет, а? Я какой-то тут вообще непобедимый. Никто не пролезет, никто не пройдет. Всех уничтожу. И нежить умрет. Не, на самом деле, если бы я играл тогда, еще когда первый раз сюда пришел, и начал сражаться с этой волной, я бы их точно не победил. О, начали стрелять. Ты посмотри-ка. Маги активировались. Неужели? А я уж тут пукан свой расслабил. Хо-хо. Так, главное никого не упустить. Мне показалось, что кто-то умудрился пробежать мимо меня. А нет, вроде. Вроде никого. Фух. Короче, если сейчас попрет просто огромная арава магов, которая будет в меня пулять, то это будет чертовски потно. У меня хпшек 95 всего. Я не с полными хп сюда вообще зашел. Ай, зараза. Ты посмотри на них, а. Поняли, что можно стрелять в меня. Воу-воу-воу. Ты посмотри, там какая-то здоровая фигулина бежит. По-моему, она заглючилась. В камень уперлась. Ладно, сейчас сами подойдем, разберемся. О-о-о. Это же эти. Перед боссами демоны были. И скакули, которые выросли. Говняцкие демоны. Кстати, они даже не телепортируются, не бегают быстро. И огнем не пуляются. Просто бегут и бегут. Блин, ну почему они не сражаются? Это чертовски нудно. Ребят, ловите гранату. Сколько у тебя граната выпустить надо? Три гранаты. Сейчас последнему тоже троечку загоню. Давай последнее. И это все? Прикинь, это реально все. Мы прошли все волны. Да уж. Это было скучно. Эти волны проходить на прокачанном персе, ну совсем скучно. Ух ты, сколько монет. Ты глянь. Здорово. Вон, кстати, дверцы открылись. Там у нас есть какой-то сундук. И синий доски. Ладно, давай откроем сундук. Там у нас, чего? Детектор надгробий. Ммм. Пригодится. Чтобы пройти игру на 100%, нужно все надгробия уничтожить. Показывать я это, конечно, не буду, потому что это слишком нудно. Ну что, ты не видел надгробия, что ли, как я крушу? Вот и я тоже думаю, что это скучно. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас под полом. А под полом у нас металл. Сейчас расплавим. Секретная зона только загорелась. Кстати, это последняя бочка, между прочим, которую нам осталось продавцу отдать. Наконец-то я тебя нашел. Что же дашь ты нам, бочонок? Сейчас узнаем. У продавца. Таргар сейчас так обрадуется. Смотри, бочка... Чё это там такое? Счастье. Бочек больше нет. Не забудь посетить другие мои магазины. Там есть реально крутые вещи. Прикинь, счастье можно купить за 1337 коинсов. Обалдеть. Итак, куча денег и жесткая экономия позволили вам купить себе счастье. Теперь вы переполнены силами и можете прыгать от радости. Чё, серьезно, что ли? Ну-ка. О-о-о-о! Я как космонавт, слушай. Как на луне прыг... Нифига себе, как я высоко летаю теперь. Чудеса. Вот это счастье, вот это я понимаю, от радости прыгать. Ну что ж, поскольку мы теперь умеем практически летать, мы взбираемся с тобой на самый верх. В локации, где обитал босс. Потому что вон там что-то есть. Там прям такая арка любопытная. И там вон стекло какое-то стоит. Что мы тут имеем? Чё, выше можем забраться? Можем. А, нет, не можем. Скатываемся вниз. И гранат не заряжается. Бежим тогда сюда. Смотри, там чувак стоит. Нифига себе. Это ты чё тут забыл? Труба синий идёт. Это одна из тех невидимых стен, о которых говорят верующие в песочницу? Чувак, походу, что да. О, ачивку дали. Круто. Ты чё, просто тут стоишь и пялишься в эту невидимую стенку? О-о-о. Вид, кстати, отсюда... О-о-о! Чувак! Это типа наш бог, который создал песочницу. Чё он там делает? По-любому чё-нибудь химичит. Новую игру для нас придумывает. Хе. У нас же есть с тобой счастье. Мы можем высоко прыгать. И я подумал, что нужно забраться на этого рогатого скелетона. Почти. Чуть-чуть. И граната выручает. О-о-о. Всё, мы возле ноздрей этого скелетона. Сейчас попробуем забраться ещё выше. Главное не скатиться. О-о-о. Чуть не упали. Интересно, здесь спрятан сундук или нет? Э-э-э... Ну, я, по крайней мере, ничего такого не вижу. На рогана вряд ли получится залезть. Ну да, у них слишком крутой угол. А вот по позвоночнику ваще без проблем. Блин, почему сюда не приделали какой-нибудь сундук или загадочный тайник? Да, место, конечно, обалденное. Нам осталось закрыть пару вулканов. Один готов. И последний. Вот он. И всё, мы все над гроби и вулканы с тобой переломали. Да. И ачивку получили. Ништяк. Ну вот, в принципе, и всё. Всю нежить мы истребили. Нам осталось с тобой найти два сундука и два аксессуара. Аксессуары, как ты помнишь, обычно валялись возле трупов знаменитостей. Один из них валялся вот здесь вот. Я его долго искал очень. У него забрали с тобой черепок. Зовут этого чела Мюррей. Могучий пират, умерший от инсульта. Вам пригляделся его друг. Саркастично ухмыляющийся череп. Он будет отлично смотреться на полке у вас дома. И последний чувачок оказался в финальной локации, где мы встретили фиолетового Чудо-юдо. Можно я буду его так назвать? Миссар Чудо у нас будет Чудо-юдо. Или Чудо-блюдо. Не, ну это уж слишком. Короче, вот, вот этот чувачок, у него забрали игрушку. Зовут этого чувака Ханс Ёла. И он, должно быть, втайне поставлял Мистеру Чудо контрабандные товары. Ну, в принципе, логично. Чудо-юдо, ему же тут надо было как-то выживать. Вот ему этот чувак и поставлял сюда пропитание. А может быть, медикаменты. Или что ему там надо было? Здорово, задрот. Я уже всю игру прошел. Может, ты меня пропустишь теперь? Надеемся и молимся. Не, нифига, не пропускай. Ах ты гад, а? Что ж тебе нужно-то еще? Как же, Ёкарный Бабай, тебя хакнуть-то? Давай еще раз запустим. Наверняка где-то подсказка на виду. У-у-у! Синий огонек. Видишь, на жестком диске синий огонек, а у нас пряжка синяя. И тут все становится ясно. Магнит ломает жесткие диски. Надеюсь, это так. Есть! Сработало! Очешуенно. Все, наконец-то мы открыли этот замок. Тайная гробница хакера. Пойдем мы и узнаем, что там. Этот задрот до сих пор не может пройти уровень. Выкинь свой ноутбук. Вернись в реальность. Хе-хе-хе. Что мы здесь имеем? А, ну здесь очевидно. Какая-то головоломка, которая поможет нам попасть вон туда. Но у нас есть счастье, которое нам позволяет сюда взобраться очень легко. И мы получаем с тобой взрывной урон пушки. Ого. Снаряды вашей пушки теперь наносят взрывной урон в радиусе трех метров. Вот это мощь. Но мне кажется, она бесполезная. Надо проверить. Чуваки, вы как раз вовремя. Я хочу протестить свою новую пукалку. Ну, как бы видишь. Да. Лучше комбо-удар использовать. От него больше толку. Хочу проверить, что же в вулкане. Может, там тоже потайники есть. А, нет. Я ошибся. Это была фатальная ошибка. У нас с тобой остался последний сундук. И он спрятан вот здесь вот. В этой деревянной коробке. Кстати, именно здесь мы спасали нашего братца. Поломав немного голову, ну и, конечно же, вот эту деревянную коробку. Всеми методами я пришел к одному выводу. Вспомнил про огненных мух, которые отлично сжигали древесину. И решил воспользоваться этим замечательным лавовым водопадом. Вот, в принципе, и все. Коробка разрушена. Ее просто нужно было поджечь. И что же находится в этом последнем сундуке? Давай взглянем. Скорость перезарядки Х2 для нашего транслокатора. Юху! Я тебя поздравляю. Вся игра пройдена. Все сундуки найдены. Аксессуары собраны. Над гроби разрушены. Вулканы закупорены. Все загадки отгаданы. Игра пройдена на 100%. Здесь больше делать нечего. На полное прохождение этой игры мне понадобилось 27 часов 51 минута. В принципе, и статистика вся у тебя перед глазами. Ты можешь посмотреть, что тебя интересует. А на этом Супроленд у нас подошел к концу. Но я тебя хочу обрадовать. Разработчик уже начал разработку Супроленда 2. Так что, может быть, через годик мы увидим новую игру. Выражаю тебе огромнейшую благодарность за то, что ты сопровождал и путешествовал вместе со мной по этой удивительно прекрасной песочнице. Помогал своими подсказками, комментариями и просто подбадривал. Это было просто умопомрачительное путешествие. Если тебе оно тоже понравилось, то с тебя лайкос, комментос под видос и, конечно же, подписышка, если ты еще не подписан. Увидимся в новом видео. Пока.